Друзья, всем привет! На канале Рецепты в гостях у Вани. Очень рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я предлагаю приготовить очень популярный салат, второй по популярности после оливье. Салат, приготовленный по этому рецепту, получается воздушный, сытный, ароматный и вкусный. Лично мне очень нравится, и у меня он всегда стоит на празднике, причем на любом. Для салата необходимо отварить два ингредиента – рис и яйца. Рис я варю примерно 12 минут, выбирая сорт басмати. Для салата понадобится пол чашки сухого риса, а также яйца. Отваривал 10 минут. Рис получается рассыпчатый, а яйца будут без голубой каемки. Для рецепта я использую свежий огурец. Мне понадобится половинка, которую я разрезаю и уберу семена. Удобнее всего это сделать с помощью чайной ложки. Таким образом салат не потечет, но останется все же сочным. В любом салате очень важна нарезка, тем самым салат становится вкуснее и красивее. Я рекомендую уделить нарезке особое внимание. А в это время, пока я нарезаю огурец, напишите мне в комментариях, вы используете рис для салата, либо нет, потому что много споров возникает. Конечно же, крабовые палочки. Я очень люблю салаты с крабовыми палочками. У меня на канале есть очень много вкусных рецептов, таких как, например, салат «Красное море», в котором ничего вообще варить не нужно. Для того, чтобы приготовить вкусный салат с крабовыми палочками, крабовый салат, лучше всего проверьте крабовые палочки, чтобы они были вкусные, потому что бывают, ну, очень соленые. Я обращал внимание, когда яйца долго варят, появляется голубая окоемочка. Это не очень красиво и невкусно. Из-за этого я рекомендую варить яйца примерно 9-10 минут, все зависит, конечно, от размера. Я очень люблю новогодние праздники и не представляю их без салата с крабовыми палочками. Напишите мне в комментариях, какой у вас самый любимый салат после салата «Оливье». И после того, как все нарезки готовы, смешиваем все в глубокой миске. Намного легче и быстрее работать. Вкусный рассыпчатый рис. Рецепт также есть на канале «Как сварить вкусный рис». Кукуруза. И все остальные продукты. И заправляю этот вкуснейший салат майонезом. Конечно, ориентируйтесь по своему вкусу. На этот объем я добавляю 2 большие столовые ложки. Их хорошо все перемешиваю. А также не забывайте проверить салат на вкус. Рис уже у меня вкусный, но все-таки я не добавлял еще соль. Которую лучше добавить. Небольшая щепотка. Этот салат у меня ассоциируется с праздниками, с большой компанией, с классными застольями. Очень вкусный и ароматный. Салат, приготовленный по этому рецепту, получается воздушный, сытный, ароматный и вкусный. Великолепное дополнение на праздничный стол. Готовый салат украшаю перепелинами и яйцами. А также немного свежей петрушки. Салат можно начинать сразу дегустировать, либо отправить в холодильник на полчаса. Мне хочется попробовать его сейчас. Он такой сочный, не могу устоять. Я очень довольный результатом. Салат получается действительно очень вкусный. И все громовки, полное описание будет внизу под видео. А вы, друзья, заходите почаще ко мне в гости. Подписывайтесь, нажимайте на лайк, на колокольчик. До скорых встреч. Пока.